Сегодня проект. Это такой мой проект. Первый я снимал на студии фильмы. Это был дебютный мультфильм. Назывался «Подарок». Он был про школьника и про маму, которая ждет школьника из школы. И в том проекте, который я представляю сейчас, что-то, может быть, перекликается, как-то эти сюжеты. Потому что в нем рассказывается о двух молодых людях, подростках, лет 19-20. Это молодой человек и девушка, которые живут по соседству. История рассказана, сюжет про мальчика, а соседку мы видим эпизодически. И можем только догадываться о том, какая у нее жизнь. Ну, я думаю, что в целом это фильм про одиночество, про поиски какого-то... про поиски себя. Ну, вот, я бы мог показать отрывок. То есть там отрывок в технике сделан в начале нескольких секунд, а секунд 20. Потом исследуем постановочные кадры. Также отрывок из аниматика. Аниматика – это раскадровка, показанная... Ну, на стадии вот, то есть написанных сценарий, нарисованы эскизы и спробы техники, осталось только вот окончательно закончить аниматик и... Но делать, то есть это довольно сложный процесс, нужно рисовать движение. Сначала мультибликатор, потом очень трудно красить. Ну вот, и... То есть он в самом... Ну, осталось только начать делать, на вашем плане. А, ну вот это кусок видео, который, можно сказать, законченный, и такой будет фильм. А это эскизы, постановочные кадры, то есть они только будут такие же, но это без движений. То есть в этой сцене молодой человек, в карате своей мамы, тут он... Вот его соседка, которую он встречает... Может быть, каждый день они видятся, это мы не знаем. Это вот сцена, которую мальчик наблюдал из аптеки. То есть по сценарию он становится случайным свидетелем, как бы и видит сцену из жизни своей соседки, которую обычно видит только вот на балконе, когда она выходит. А сейчас начинается кусок аниматика. Это вот... Аниматика — это... Ну, как бы раскадровка в движении. Там взяты сцены, ключевые кадры, которые будут в фильме. Ну, тут нет цвета, нет... Ну, вот такого послойного, как бы, композинга. Ну, то есть... Это просто рисунки. Эскизы. Ну, то есть сначала я думал как-то погрузить в атмосферу вот такого удушливого интерьера. То есть показать, как живет мальчик. И я хочу сказать, что это... Ну, не просто я снимаю про какую-то бедную семью, про бедняков. Ну, это как образ, как художественная метафора. Ну, вот хорошее определение, что образ мамы и вот это скелет в шкафу. То есть это тот груз, который не дает мальчику, как бы, вот... Но жить той жизнью, которую бы он хотел, о которой он мечтал. Ну, это проба чернового мультипликата. Она снята на веб-камерах просто чтобы проверить движение. И тут где-то местами перекладкой сделан тоже очень грубо. Ну, вот аниматик идет... Где-то сделано две секунды. То есть две минуты можно промотать, если кому-то... Ну, все точно. Я думаю, это понятно. Да, дальше там есть цветные какие-то эскизы, тоже рисунки. Ну, тут вот это очень жизненно. То, что девушка курит, может быть, это как-то сейчас не принято показывать в кино. Курение. Ну, вот эта эскиз, да, у меня такая сцена, что мальчик целует другого мальчика, но здесь, наверное, нет... Да, то есть у них же, я же не рассказываю про отношения между двумя мальчиками, это как бы просто эмоциональный выплеск, что ли. Ну, это вот эскизы, первые нагрузки персонажей. Это тоже персонаж придумывался не сразу, а и всегда в конце получается так, что я обращаюсь к своей памяти, и персонажи, так или иначе, получается, похожи на каких-то живых прототипов, которые вот, ну, встречались в жизни. И так лучше находится характер, ну, и он более убедительный и в целом, ну, как бы, фильм должен держаться не на сценарии, а на характере и их поведении. Ну, вот это пошло по кругу, можно, наверное, выключить. Всё, спасибо.